Слотокинг. Ты по-любому у выигрышей. Павел, мне припоминается, что во многих стендапах Лукашенко, которые мы с вами также, за что иногда даже неловко с вами приходится обсуждать, он же говорит, что мы готовы с Европейским Союзом, я готов, но только как-то ничего для этого не делать. А Европейский Союз вообще готов, на самом деле, без шуток, с Беларусью как-то восстанавливать или по-другому строить отношения? Ведь мы видим, что санкционный режим не такой острый и болезненный, как для Российской Федерации. То есть они еще какую-то форточку, даже пусть деревянную для Лукашенко, оставляют приоткрытой или как? Ну, мы понимаем, что европейские политики очень часто готовы к каким-то компромиссным решениям, которые даже не будут соответствовать и базовым принципам, стандартам прав человека, демократии, будут затрагивать глубинные интересы народа для того, чтобы, может быть, прежде всего им спокойнее было. Потому что любой компромисс с Лукашенко – это сделка с дьяволом. Это фактически идти на то, что пожимать руки преступнику, подозреваемому в совершении военных преступлений, преступлений против человечности, массовых атаках на гражданское население, агрессору, который развязал войну, и кровавые руки пожимать – ну, это не самая лучшая история. Но все равно всегда такие политики находятся. И, к сожалению, мы с вами, и Украина, и демократические силы Беларуси не раз этому имели подтверждение. Но все же, вот та информация, которую я располагаю, и общаясь, например, с высокопоставленными дипломатами и в Польше, и в Германии, вот сегодня я нахожусь в Берлине, не подтверждает, что Лукашенко предпринимает какие-то существенные действия. В принципе, что он предпринимает какие-либо действия. Лукашенко сегодня не самостоятельный субъект, он не способен сделать те шаги, которые ожидания есть со стороны Брюсселя, Европейского Союза. Одновременно мы же тоже не спим в шапку, и поэтому вот все эти дни идет очень активная работа. Недавно было, в том числе, я думаю, важное событие в Киеве, проходила конференция на базе полка Калиновского в Варшаве, проходила эти дни конференции. Вот сейчас в Берлине Минский форум состоялся, завтра начинается стратегический диалог с Соединенными Штатами Америки в Вашингтоне, 12-го числа консультативный совет, Демократическая Беларусь, Европейский Союз на уровне Борреля, и так далее, и так далее. То бишь мы тоже фокусируем эту проблему и говорим, что сделки с дьяволом здесь нет места, и мы не можем на это пойти. Ну еще раз говорю, а что может сделать Лукашенко? Освободить политических заключенных? Ну так пускай освобождает, но он почему-то этого не делает. Прекратить массовые репрессии? Так вот только в пятницу в Новополоцке и Полоцке задержано 40 человек. Сегодня новых 8 политических заключенных в Беларуси. Это количество не уменьшается вообще перманентно. У нас исчезли в тюрьмах несколько десятков человек, которые являются политзаключенными, о которых нет информации, как и Николая Статкевича, 9 месяцев. Ну что, Лукашенко готов опубликовать эту информацию? Он в принципе ничего не может делать. Он находится под контролем Кремля полностью. Но опять же он хочет пройти свои избирательные кампании. Это февральская. Но это не выборы, это недовыборы. Это вообще выборами назвать нельзя. Это парламент. Ну и в последующем 2025 год. Поэтому я здесь скептичен. Лукашенко не будет менять внутреннюю политику для того, чтобы держать все в тисках, зажимать, чтобы не создавать себе дополнительных рисков, как это было в 2020 году. Конечно, он же работает по дудку Путина и методы схожие. Как же может Лукашенко отпустить, даже если пообещает всех политзаключенных, если это лишит его методов и опций шантажа? Вы абсолютно правы. То есть тоталитарный режим Лукашенко держится на инструментах силы, а не диалога. Это не вопрос коммуникации с обществом. Это уничтожение гражданского общества. Уничтожение, как у нас произошло, всех абсолютно без исключения оппозиционных партий, всех без исключения независимых СМИ, признание всех экстремистами, всех тех людей, организаций, которые выступали хоть с малейшей критикой, даже, может быть, не критиковали, а просто сотрудничали с Европейским Союзом, США, Канадой, Великобританией. Все стали абсолютно экстремистами. Когда ликвидировано 1440 неправительственных организаций, ну и когда тысячи политических заключенных, и этот список постоянно пополняется, когда генеральный прокурор Лукашенко буквально на прошлой неделе заявляет, что 16 тысяч уголовных дел, но вот на прошлой неделе, не знаю, в курсе ли зрители, в Беларуси прошли массовые обыски и арест имущества. Членов объединенного переходного кабинета всех нас это затронуло. Затронуло это офис Тихановской. Очень многих сотрудников команды Народного антикризисного управления, которого возглавляют 8 человек, это затронуло. Координационный совет в полном составе. 135 обысков, 135 действий, направленных на арест имущества всех активистов в Беларуси. Это проведено было в течение одного дня. То есть такого уже не было давным-давно. И думаете, это ждет от Лукашенко Запад, и это создает условия для диалога с Западом? Нет. Лукашенко укрепляет тоталитарную систему для того, чтобы и муха не проскочила, для того, чтобы подавить все протесты. Но здесь он совершает в том числе ошибку. Никто не знает, когда эта пружина разожмется. Но это сжатие пружины, оно в результате придет тому, или металл устанет, и она развалится, лопнет, или она отскочит. Все-таки она отскочит. Сколько веревочки не виться. Павел, у вас тоже, я так понимаю, были и взлом квартиры, и обыски. Это же все делается. И вот как раз от страха потерять этот последний свой метод репрессий, зажатий всего. Это же не о счастливой жизни понимание, что так любят беларусы Лукашенко, что вот пойдут за него по доброте душевной и зову сердца. Я думаю, что рост репрессий связан с тем, что он имеет реальную картину социологии в стране. Но если большинство беларусов, конституционное большинство, не знаю, там, три четвертых, две третьих, да даже 51% было бы за него, надо ли было бы ему разворачивать такие массовые репрессии. Вся социология, которой мы располагаем, а это четыре независимых социологических структуры, она говорит, что он не имеет поддержки внутри общества. И Лукашенко, сколько бы ни рассказывал, он же тоже имеет на столе все эти социологические опросы. Ну а то, что происходило в отношении моего дома или там в отношении ряда членов офиса Светланы Тихановской, членов коррекционного совета, это были показательные такие порки, публичные спектакли. Ну, зачем было, например, разрезать пилой двери моего дома, потом ломать это молотом, а в последующем забивать досками, когда можно было просто пойти в департамент охраны Министерства внутренних дел и взять ключи от этого дома, потому что дом стоял под охраной. И можно было просто открыть ключами, но им же нужно было устроить спектакль. Почему? Потому что потом на дверях появились надписи, что это все опечатано, имущество арестовано на белорусском с ошибками на языке, на русском языке, на польском и на литовском. Ну, то есть это был разыгран спектакль. Им нужно было в черных масках, вооруженные, ну, бандиты пришли просто грабить имущество. А сейчас они заявили, что все, что они арестовали, а есть вообще ужаснейшая ситуация, когда пожилых людей просто выселяют из квартир, из домов, из-за того, что их дети являются активистами. Все это будет конфисковано. Ну, таким образом, кстати, рост доходов бюджета в несколько раз от штрафов, от конфискации имущества. Бандиты, террористы и уголовники. Что мне тут еще добавить? Я даже не знаю. Павел, вот припоминается, что на этом климатическом саммите, где почему-то был Лукашенко, президенты Литвы, Польши и Латвии не встали ним на так называемом фэмили фото, потому что гид Анас Науседа сказал, очень хорошо, что, ну, какое может быть фэмили фото вот с таким представителем, по сути, уголовного режима, который держит кучу людей и политзаключенными, который депортирует незаконно на свою территорию и дает свою территорию как плацдарм для войны украинских детей. То есть все это припомнило, гид фэмили фото нет. А обсуждался ли в частности этот вопрос и насколько это имеет значение, когда вот такие даже символические жесты, плевки в сторону Лукашенко вот в Берлине, где вы пребываете, где, я так понимаю, сегодня было заключительное заседание 21-го Минского форума. Какие темы? Темы санкций, темы вот такого отношения, уничтожения хотя бы символического со стороны Запада, темы депортации наших детей. Что обсуждалось и в каких ключах? Все эти темы были затронуты. Важно, что буквально 7 ноября Бундестаг Германии принял историческую резолюцию. Это комплексный документ по поддержку демократии в Беларуси и за европейский выбор в Беларуси. Это впервые, когда Бундестаг Германии принимает настолько серьезные документы. Вообще, на мой взгляд, это впервые за всю историю европейского парламентаризма, когда национальный парламент, ну, европейский парламент принимал, а вот именно национальный принимает такой комплексный документ. Фактически это стратегия. Стратегия, которая очень четко оценивает нынешнюю ситуацию в стране, предлагает инструменты действий. Это и санкционная политика, это уголовно-правовая ответственность, международная правовая ответственность. Там упоминается, конечно, кейс, связанный с похищением украинских детей, вывозом украинских детей с оккупированных территорий на территорию Беларуси. И санкционная политика фактически дается посыл правительству не отказываться от этих инструментов воздействия. Там упоминается и деятельность Объединенного Переходного Кабинета и Координационного Совета, как структур, которые представляют сегодня большинство демократического общества Беларуси. То есть это комплексный документ. Вопрос в том, что сегодня и один из разработчиков этого документа, докладчик по Беларуси, руководитель группы в Бундестаге по Беларуси, депутат Вагонер, он говорил о том, что декларации это хорошо, но важны конкретные действия. То есть сегодня мы обсуждали вопрос возможности разработки на год, на два, на три. Но мы хотим чем быстрее, чтобы закончилась ситуация в Беларуси, конкретных шагов, что может сделать Германия для того, чтобы содействовать нам, демократическим силам, победить в этой сложной борьбе, войне внутри страны с этим ужасным, мракобесным режимом. И здесь я хочу сказать новое открытие. Я почувствовал такое новое веяние в Берлине. Неоднократно приходилось здесь бывать, проводить десятки встреч. Но сейчас есть такая вот конкретизация действий. И это чувствуется. Надо просто воспользоваться этим моментом и дальше наращивать. Я думаю, что и Германия в последнее время также проявляет свой подход и в отношении Украины. Ну, если я имею право это оценить, наверное, существенно увеличилась и поддержка. И мы, кстати, тоже обсуждали эту тему, важность. Я, кстати, поблагодарил, простите, что не являюсь гражданином Украины, но поблагодарил Германию за то, что она увеличила помощь Украине в этой сложной ситуации, в этой сложной войне. Спасибо.